саляму алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по курану и сегодня мы иншалла с вами пройдем суру аш-шарх здесь написано сура тушь и то есть ура аш-шарх раскрытие груди как переводят как всегда каждый аят буду медленно читать объяснять какие правила в каждом аяте содержатся а в конце каждый аят по три раза буду медленно читать чтобы вы успели за мной повторять и закрепить эту ссору итак начинаем руби ими на счет он и роде им бис милла ирла на ниро и первый аят а лам наш рах лака сады рок сура начинается на букву алиф с хамзой потом фатха идет а то есть а фатха произносим как обычная они через гортань а далее сайт бука лам она мягкая с фатха и фатха приобретает оттенок я то есть а-ля а-ля далее мы видим что стоит буква мим и над ней нарисован или написан суккун то есть суккуном это говорит о том что мим читаем четко это правило это изахар шафауи так как следующая буква буква нун получается а-лям а-лям и в этом слове ни один звук не тянется и слове наш рах тоже самое то есть ничего здесь не тянем а-лям мим четко прочитали далее следующее слово начинается на букву нун с фатха и на потом дали сайт шин наш потом сайт бука ра с фатха и фатха приобретает оттенок о ра читаем твердо то есть наш ра наш ра наш ра не ра а ра дали сайт буку ха гортанная суккуном и эту букву надо произносить не как хриплую а гортанной то есть вот такого звука как не должно быть наш ра наш ра наш ра наш ра наш ра далее лака лака здесь тутュал Далее стоит буква ДАЛЬ с суконом, это правило КАЛЬКАЛА, поэтому ДАЛЬ подчеркиваем, то есть САДЫ, САДЫ, САДЫ. Для того, чтобы Д букву ДАЛЬ подчеркнуть, как только ДАЛЬ произнесли, язык сразу же надо убрать, то есть САДЫ, 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 и там какой-то призвук появляется, САДЫ. Далее стоит буква РА с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок О, РА читаем твердо, САДЫ, РА, САДЫ, РА, САДЫ, РА, САДЫ, РА, и при остановке у буквы КАФ ФАТХА исчезает и появляется вместе ФАТХА и СУКУН, получается САДЫ, РАК, САДЫ, РАК, САДЫ, РАК. Если вы решили продолжить, тогда эту ФАТХУ вы должны произнести не тянув, то есть не надо тянуть и сразу же перейти к следующему слову, то есть САДЫ, РАК, 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 С Аят начинается на букву вау, мягкая, ва. Далее стоит опять буква вау с фатхой, то есть ва-ва-доу-на. Вот эта буква вау уже относится и к этому слову. Первая буква вау, она как отдельная частица, и, а потом ва-доу-на, это одно слово. Ва-ва, далее стоит буква дод, твердая буква дод, поэтому фатха приобретает оттенок о, то есть ва-ва-до, ва-до, ва-до. Далее стоит буква айн, гортанная буква айн с суконом, поэтому ее надо правильно произносить, используя гортань или через гортань, то есть ва-ва-доу, ва-доу, ва-доу, ва-доу-р, такой звук. Потом нун с фатхой, фатху тянем за счет буквы олив без огласовок два раза, это мад-таби-и, получается ва-ва-доу-на. Далее стоит буква айн с фатхой, фатху произносим через гортань, то есть а-а, а-а. Далее стоит буква нун без огласовок, здесь по идее сукон должен быть, но сукон не поставили, и тем самым нам дают подсказку, что нун не надо читать четко. Смотрим на следующую букву, следующая буква это буква каф, она относится к правилу ихфа, получается нун надо читать скрыто, удерживая через нос, то есть а-а-н-ка, а-а-н-ка, буква каф с фатхой произносится мягко, а-а-н-ка, ка, не надо ка читать. И далее, уизрок слово, вау, с касрой, уи, уи, читаем мягко, уи. Далее стоит буква за, она мягкая, обычная, то есть уиз, уиз, она не межзубная, обычная, еще раз говорю. Далее стоит буква ро с фатхой, фатха приобретает оттенок о, то есть уизро, уизро. И здесь опять при остановке, как вот здесь было, садрок, здесь уизрок, то есть при остановке у буквы каф фатха исчезает и появляется сукун, уизрок. Но если вы решили продолжить, фатху произносим, не надо тянуть и сразу же переходим к следующему слову, то есть уизрокаладзи, вот так будет, при переходе. Но лучше останавливаться и читать уизрок. Теперь третий аят. АЛЛАЗИ АНКОДОВ РОК Так как мы остановились на втором аяте уизрок, третий аят надо начинать, несмотря на то, что стоит буква алиф без огласовок, надо начинать с огласовки фатха, то есть А. АЛЛАЗИ Почему А? Потому что здесь алиф и потом далее стоит буква лам, то есть определенный артикль АЛ. Когда есть определенный артикль АЛ, всегда читаем АЛЛ, А, А. Поэтому АЛЛА, АЛЛАЗИ. Здесь буква лам, она удваивается, у нее фатха, фатха приобретает оттенок Я, то есть АЛЛА, АЛЛА. Далее стоит буква ДАЛ, она межзубная, ее надо произносить правильно. АЛЛАЗИ. И здесь КАСРА, и здесь мы видим, что стоит буква Я без огласовок, и над буквой Я стоит волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что эту КАСРУ, точнее, КАСРУ, которая под буквой ДАЛ, надо тянуть дольше обычного. Если мы обычно тянем два раза, здесь желательно тянуть шесть раз, так как это МАД называется МАД МУНФАСИЛЬ, То есть слово АЛЛАЗИ заканчивается на КАСРУ, а следующее слово АНКАДО, это слово начинается на АЛИФ с ХАМЗАЙ. Это МАД МУНФАСИЛЬ. Поэтому у нас есть, конечно, выбор, либо тянуть два раза, либо шесть, но лучше тянуть шесть раз. То есть АЛЛАЗИ АНКАДО. Вот таким образом лучше всего прочитать. Далее, слово АНКАДО начинается на АЛИФ с ХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. ФАТХУ произносим мягко, как есть, то есть А, не через гортань, А. Далее следует буква НУН, без огласовок. По идее, здесь СУКУН должен быть, но СУКУН не поставили. Тем самым нам дают подсказку, что НУН не надо читать четко. И смотрим на следующую букву. Следующая буква – это буква КОФ. Она относится к правилу ИХФА. То есть НУН надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть АНКА, АНКА, АНКА. Теперь после НУН стоит буква КОФ. Она твердая. Поэтому ФАТХА приобретает оттенок О. То есть АНКА. Далее следует буква ДОД. Она тоже твердая. Поэтому ФАТХА опять приобретает оттенок О. То есть АНКАДО. 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 Далее следует буква ВА. ВА. Она твердая. И эта фатха тоже приобретает оттенок О. И вот здесь очень интересно, здесь слово анкодо заканчивается на додд, твердую додд, а слово вахрак начинается на твердую В. Поэтому здесь, когда вы читаете, слушатель должен понять, что в слове анкодо вы произнесли букву додд, а в слове вахрак вы произнесли букву В, твердую. То есть не надо эти две буквы произносить одинаково, это будет неправильно. Поэтому анкодо вахрака, вот так надо читать, вахрак точнее будет, если остановимся. Теперь В, как я уже сказал, она твердая, фатха приобретает оттенок О. Здесь далее стоит после буквы В, стоит буква Х, она самая мягкая, она произносится на выдохе, то есть вах, вах. Далее стоит буква Р, ее мы произносим твердо, потому что у нее голосовка Фатха, Фатха приобретает оттенок О. И вахрак. Опять при остановке у буквы Каф Фатха исчезает и появляется сукун. Но если вы решили продолжить, Фатху не надо тянуть и сразу же перейти к следующему слову. То есть вахрака варофа'нна, надо читать, но лучше останавливаться. Теперь четвертый аят. Варофа'нна лаказик рок. Ва, рофа'нна. Здесь аят начинается на букву В, мягкая, Ва. Далее стоит буква Р с Фатхой, Фатха приобретает оттенок О. Ро читаем твердо, Ро, Ро. Далее стоит буква Фа, Фа, Ро, Фа, Фа она мягкая. Потом стоит буква Айн, гортанная с сукуном. То есть рофа'нна, 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 А надо тянуть. Далее лака, буква Лам с Фатхой, Фатха приобретает оттенок Я, Ла, Ла. Далее стоит буква Каф, она тоже с Фатхой, она тоже мягкая читается. То есть лака, лака, не надо лака читать. Далее викрок, это слово начинается на букву Даль межзубную, Ви, Ви. Ее надо произносить правильно, Ви. Далее стоит буква Каф, она мягкая, то есть вик, вик, вик. Далее стоит буква Ро с Фатхой, Фатха приобретает оттенок О, то есть вик, Ро. И опять здесь при остановке у буквы Каф исчезает Фатха. И читаем викрок, викрок. И здесь Каф, и вот в конце тоже Каф. То есть две одинаковые буквы, вы соответственно должны произносить одинаково, то есть чтобы не было разницы между ними. Викрок, викрок, вот так. Но если вы решили продолжить, опять Фатху у буквы Каф не надо тянуть, и сразу перейти к следующему слову, то есть викрок, фаинна, вот так. Но лучше останавливаться. Теперь пятый аят. Фаинна, этот аят начинается на букву Фа, она мягкая, Фа. Далее потом И, здесь Алиф с Хамзой и Касрой, И. Потом Нун удваивается, Нун надо читать удерживая, то есть Фаинна. Фаинна, Фаинна, Фаинна. Далее, буква Мим стоит с Фатхой и Айн стоит с Фатхой. Соответственно, Фатху произносим через Гартань, то есть Маа, Маа, Маа. И сразу переходим к следующему слову. При переходе минуем букву Алиф, здесь подсказка, что Алиф не надо читать. Здесь над буквой Лам стоит Сукун, мы Лам читаем, и сразу же понимаем, что следующая буква, в данный момент буква Айн, она лунная. И Лам читается мягко, то есть Маал, Маал, то есть как будто после Лам стоит, так сказать, мягкий знак, Маал. Далее, стоит буква Айн с Даммой. Дамму произносим через Гартань, то есть Ру, 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 Маал, Ру. Далее стоит буква Син, она мягкая, получается Рус, Рус, Рус. Не надо Рус читать как Сады, это неправильно. Далее, буква Я с Даммой. И стоит опять буква Син, то есть Юс, Юс. И здесь уже после буквы Син стоит буква Ро и Танвин Фатха. Танвин Фатха это Ан, но при остановке звук Н исчезает, а А остается. Так как Фатха стоит над буквой Ро, Фатха приобретает оттенок О, и в итоге получается Юс, Ро. Юс, Ро. И при остановке, так как один Танвин исчез, при остановке эту Фатху за счет буквы Алифа без огласовок мы тянем два раза, получается Мадат Поби'и. Юс, Ро. Не Юс, Ро. А Юс, Ро. То есть вот это как Фатху надо тянуть два раза. Юс, Ро. Это при остановке. Но если вы решили продолжить, тогда мы видим, что края Танвина здесь ровные, так как следующий аят начинается на букву Алиф с Хамзой, это будет Изгар, то есть Танвин надо читать четко. То есть при продолжении, если вы решили не останавливаться, надо читать следующим образом. Юс, Ро. ИННАМААЛ. Вот так будет. Но лучше останавливаться, читать Юс, Ро. И хочу сказать, что слово Юс, Ро и слово Ус, Ро, здесь обе, здесь две буквы Син, и их надо, вы должны произносить эти две буквы одинаково. Далее. Шестой аят. ИННАМААЛ. УС, РИ, ЮС, Ро. Здесь все те же правила, как в предыдущем аяте было. Здесь два этих аята, они идентичны, можно сказать, за исключением вот буквы Фа, то есть пятый аят начинается Фа, ИННА, а здесь просто без буквы Фа, ИННА, МААЛ, УС, РИ, ЮС, Ро. Здесь разница в окончании, то есть при остановке одинаково будет, как в предыдущем аяте Юс, Ро, то есть при остановке вы Фатху должны за счет буквы Алифа тянуть два раза, это МАДА ТОБИИ будет. Но если вы решили продолжить, вот здесь разница. Обратите внимание, вот в предыдущем аяте Юс, Ро, здесь края Танвина были ровные, то есть Юс, Ро, это уже то, что края Танвина ровные. Говорят о том, что Танвина надо читать четко, а здесь края Танвина неровные, уже говорят о том, что Танвин не надо читать четко. То есть, если вы решили продолжить, надо Юс, Ро, Фа, ИДА, надо вот таким образом читать. Почему? Потому что после Танвина стоит буква Фа, а Фа относится к правилу ИХФА. После Танвина следующая буква, это буква Фа, вот не эта буква Алиф, которая в слове Юс, Ро, потому что эта Алиф не берется. Теперь, но лучше останавливаться и читать Юс, Ро. Следующий аят. Фа, ИДА, Фа, Ро, Та, Фан, Соби. Аят начинается на букву Фа, мягкая, Фа. Далее стоит буква Алиф с Хамзой и Касрой. И, Фа, И, Фа, И. Далее стоит буква Даль, Межзубной, ее надо произносить правильно. С Фатхой. Фатху тянем за счет Алифа без огласовок два раза. Это мады Тоби'и. То есть, Фа, И, ДА, Фа, И, ДА, Фа, И, ДА, Прошу прощения. Далее стоит буква Фа, мягкая, потом стоит буква Ро с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О, то есть Фа, Ро, Фа, Ро. Далее стоит буква Гайн, Гайн, гортанная, твердая буква Гайн с Сукуном, то есть Фа, Ро, Фа, Ро. Вот так надо читать, Фа, Ро, Фа, Ро. И после твердой буквы Гайн стоит буква Та, мягкая буква Та, то есть Фа, Ро, Та, Фа, Ро, Та. За счет твердой буквы Гайн, мягкую букву Та не надо произносить как твердую. То есть она мягкая, как была, она остаётся мягкой. ФАРОГУ ТА. И эту ФАТХУ, которая над буквой ТА, ни в коем случае не надо тянуть. И сразу переходим к следующему слову. ФАНСОБ. Здесь буква ФА с ФАТХАЙ. И стоит буква АЛИФ, но так как здесь подсказка, что АЛИФ не надо читать, прошу прощения, мы минуем АЛИФ, АЛИФ не читаем. И переходим к следующей буквы. Следующая буква это буква НУН, но над ней никаких огласовок нет. По идее здесь СУКУН должен быть, но СУКУН не ставят. То, что СУКУНа нет, говорит о том, что НУН не надо читать чётко. Смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква САД, она относится к правилу ИХФА. То есть НУН надо читать скрыто, удерживая через нос. И буква САД, она твёрдая, ФАТХА приобретает оттенок О. И буква БА здесь СУКУНом. Даже если мы решили продолжить или мы остановимся, в любом случае букву БА надо читать чётко, подчёркивая. Это правило будет КАЛКАЛА. Получается ФАНСОБЫ. Для того, чтобы букву БА подчеркнуть, как только БА произнесли, обычно при произношении буквы БА губы смыкаются. А как только БА вы произнесли, губы сразу же надо раскрыть, чтобы получилось, что вы подчеркнули. То есть ФАНСОБЫ, СОБЫ, СОБЫ. А если вы губы как замкнули, так будете держать, вы получается, что оглушили её. То есть если вы будете читать вот так ФАНСОБЫ, это вы оглушили. ФАНСОБЫ, это вы подчеркнули. Вот таким образом надо читать. И последний аят. Теперь аят начинается на букву ВА, ВАУ, с ФАТХАЙ, ВА, ВА читается мягко. Потом АЛИФ с ХАМЗАЙ и КАСРАЙ, КАСРУ произносим мягко, как есть, то есть ИИ, ИИ, не через гортан. ВА, ИИ, далее буква ЛАМ с ФАТХАЙ, и букву ЛАМ тянем за счёт АЛИФ МАКСУРЫ, вот эта буква Я без двух точек внизу, это называется АЛИФ МАКСУРА. То есть вот здесь ещё подсказка, прямая палочка. Эта подсказка говорит о том, что не букву, а голосовку ФАТХА, которая над буквой ЛАМ, мы должны тянуть два раза, это МАДА ТОБИИ, то есть ВА, ИЛА, ВА, ИЛА, ВА, ИЛА. Далее, буква РО стоит с ФАТХАЙ, и ФАТХА приобретает оттенок О, РО, РО. Далее, буква БА удваивается с КАСРАЙ, РОББИ, 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 РОББИ. Далее, стоит буква КАФ, она мягкая, с ФАТХАЙ, РОББИКА, РОББИКА, РОББИКА. И ФАТХУ, которая над буквой КАФ, не тянем. И последнее слово, ФАРОГОБ. Здесь буква ФА с ФАТХАЙ. Далее, стоит буква АЛИФ, но АЛИФ не читаем, здесь подсказка, мы должны миновать АЛИФ. И далее, стоит буква РО, буква РО с СУКУНОМ. Но так как перед буквой РО с СУКУНОМ огласовка у буквы ФА была ФАТХА, РО мы должны читать твердо. То есть, надо читать ФАРО, ФАР, ФАР, Не надо ФАР, не надо МЯХКО, ФАР, ФАР. Далее, стоит буква ГАЙН с ФАТХАЙ, то есть она твердая. ФАТХА приобретает оттенок О, ФАРОГО, ФАРОГО. И здесь, обратите внимание, здесь буква БА, по идее, здесь СУКУНОМ должен быть, как в случае ФАНСОБ. То есть, мы остановились, поэтому здесь букву БА надо, как в случае ФАНСОБ, надо читать подчеркивая, и правило будет КАЛКАЛА, то есть, ФАРРУ ГОБИ, ФАРРУ ГОБИ, ФАРРУ ГОБИ, вот так надо читать. Если вы решили остановиться, но если вы решили продолжить, то есть, перейти к этой суре, к следующей суре, суре Ат-Тин, то, так как следующая сура, сура Ат-Тин, как обычно начинается с словами БИСМИЛЛАХИ РАХМАНУРАХИМ, надо читать вот так. ФАРУ ГОБИ, БИСМИЛЛАХИ, поэтому здесь суккун не поставили. Почему? Потому что, если вы решили продолжить, тогда эта Б вводится в букву Б, в слово БИСМИЛЛАХ, и эта буква Ба, в слово БИСМИЛЛАХ, вот как вы видите, она удваивается, то есть, ФАРУ ГОБИ, БИСМИЛЛАХИ будет. ФАРУ ГОБИ, БИСМИЛЛАХИ, но лучше останавливаться, ФАРУ ГОБИ читать. Поэтому они суккун не поставили, на всякий случай. Здесь, надеюсь, что касается правил, все было понятно. Теперь, как я уже в начале сказал, каждый аят по три раза медленно буду читать, чтобы вы успели за мной повторять и закрепить эту суру. БИСМИЛЛАХИ РРОХМАНИ РРОХИМ АЛАМ НАШРОХЛАКА СОДИРОК АЛАМ НАШРОХЛАКА СОДИРОК АЛАМ НАШРОХЛАКА СОДИРОК АЛАМ НАШРОХЛАКА СОДИРОК АЛЛАЗИ ЕНКОЗ АДАКО СОДИРОК الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصبه فإذا فرغت فانصبه فإذا فرغت فانصبه وإلى ربك فرغبه فإذا ربك فرغبه فإذا ربك فرغبه فإذا ربك فرغبه ترجمة نانسي قنقر فإنقاذ سمعوني فإلى الله سمعوني جميعا جميعا السلام عليكم Продолжение следует...